Привет, я Владимир Шамшурин, эксперт по общению с девушками и мужской мотивацией. В этом видео я расскажу тебе, как познакомиться с девушкой самыми эффективными способами. Но прежде чем ты будешь его смотреть, хочу напомнить, что если ты не подписан еще на мой канал до сих пор, именно сейчас есть отличная возможность это сделать для того, чтобы получать мои видео первыми и смотреть соответственно их первым. Итак, поехали. Дело в том, что многие парни, практически большинство, бегут от уличных знакомств. Почему? Потому что им страшно. Им страшно услышать нет и получить отказ от девушки. А еще более страшно, если кто-то вокруг это увидит. Но на самом деле самые судьбоносные знакомства, самые прикольные, самые веселые, самые классные отношения начинаются именно с таких уличных знакомств, или знакомств в магазине, или даже в кабинете стоматолога. Итак, способ номер один. Способ первый должен выглядеть следующим образом. Твое знакомство ни в коем случае не должно быть похоже на спланированное какое-то знакомство, как будто бы ты специально подошел. То есть, в идеале это делается следующим образом. Ты видишь красивую девушку на улице. Если она идет вперед, ты догоняешь ее, но не подходишь к ней слишком близко, а идешь на каком-то расстоянии в полтора-два-три метра и продолжаешь это расстояние увеличивать. То есть, ты кидаешь ей какую-то фразу из серии «Привет!» – отлично выглядишь, но при этом не останавливаешься, не притормаживаешься, не смотришь на нее сильно долго, ждешь реакции, а продолжаешь разрывать это расстояние, показывая всем своим телом, всей своей невербаликой, что независимо от того, что она тебе ответит, ты сейчас все равно пройдешь дальше. Так девушки реагируют намного более хорошо, намного более позитивно и приветливо. Ты для нее просто прохожий, который говорит какие-то приятные слова. Если девушка уже в этот момент зацепилась, начала улыбаться, говорит «Спасибо», то ты закидываешь ей еще пару фраз из серии «Ух ты, какие у тебя интересные туфли» или «Какая классная сумочка». И, соответственно, после этого уже оттормаживаешься и тогда дальше продолжаешь общаться. Следующий способ, второй прямой способ, который я часто рекомендую использовать своим ученикам в первые дни тренинга, он выглядит следующим образом. «Привет!» Потом ты ждешь реакции, какая-то пауза. Есть реакция или нет? То есть потом дальше комплимент. «Классно выглядишь, отлично выглядишь, прикольные туфли, классная сумочка» или что-то в этом духе очень простое. Также паузу ждешь реакции. И, соответственно, если девушка стоит или сидит, говоришь ей «Я хочу с тобой пообщаться» и продолжаешь общаться. Если девушка идет или едет в пробки, ты говоришь «Остановись на секундочку», там «Постой минутку, я хочу с тобой пообщаться, я хочу с тобой поболтать». Все очень просто. Ребят, секунду, внимание, я тренер с 12-летним опытом общения с женщинами. То есть я могу научить любого мужчину эффективному общению с девушками. Максимально быстро, максимально качественно и результативно. Почему я с такой уверенностью об этом говорю? Потому что 12 лет опыта и 12 лет практики, ну, мягко говоря, прошли не зря. Я все это пропустил через себя. Я сделал все ошибки, которые вы могли бы сделать или сделаете. И я знаю, как помочь вам и тебе в частности. Именно поэтому я так уверенно говорю, что только практика под чутким руководством кого-то, с обратной связью кого-то и с пинками в хорошем смысле кого-то, даст тебе нужный результат. И, соответственно, поэтому я приглашаю тебя на свой практический, суперпрактический тренинг-практика, где я вместе с моими тренерами буду вместе с тобой делать эти практические задания. Ты никуда не денешься от нас. Ты попадешь в условия, в которых невозможно будет не сделать и не получить результат. С 3 по 6 октября. Ссылка под этим видео. 3,5 дня только практики и жестких разборов от Шамшурина и его команды. Записывайся, количество мест ограничено. Ссылка под этим видео с 3 по 6 октября. Я тебя жду. Следующий способ познакомиться с девушкой – это задать ей какой-то открытый вопрос. Если тебе совсем страшно, ты можешь использовать вот этот социальный вопрос. Например, образно говоря, ты спрашиваешь ее, как пройти в библиотеку, или какой кофе здесь лучше выпить, или какая станция метро подходит тебе больше всего. Но здесь еще фишка, чтобы ты ее не обманывал, чтобы ты не выглядела как обман. После того, как она начнет отвечать, не надо сразу же говорить, а, кстати, меня зовут так-то, как тебя зовут, давай познакомимся. Здесь тебе нужно сделать вид, что тебе действительно интересно то, что ты спросил, немножко ее послушать, задать какие-то очняющие вопросы, и потом уже перейти через такое удобное слово «кстати» или «между прочим, ты очень хорошо выглядишь, ты отлично выглядишь, как тебя зовут», и дальше продолжаешь свое знакомство. Для более смелых мужчин хорошо работает такой способ, как мнение или совет. Если ты, например, увидел, гуляя по торговому центру, что девушка меряет в магазине через стеклянную стенку сапоги, то, соответственно, можно сделать следующее. Ты подойдешь к ней и дашь ей какой-то совет. Ты говоришь, ты знаешь, вот эти мне не очень понравились, вот эти тебе идут гораздо лучше. Или я бы на твоем месте померил вот эти или вот эти. Таким образом девушка вовлечется в общение с тобой, и обязательно важно, что подумает мужчина о ее обуви. И плюс из этого ты можешь уже дальше строить какой-то диалог. А когда вы выйдете, когда она закончит мерить, ты говоришь, что ты на самом деле мне очень понравилась, как тебя зовут, и знакомство фактически состоялось, потому что между вами есть уже какой-то элемент общения. Пятый способ подходит тем, кто совершенно не знает, что говорить девушкам при общении, и можно сделать следующее. Он подходит также тогда, когда девушка не торопится, не спешит, а, например, где-то стоит или сидит в кафешке, ты смотришь и думаешь, что бы я ей сказал. Задай себе этот вопрос на расстоянии и попробуй подумать, глядя на нее, что бы я ей такое сказал. Я бы ей сказал, например, что у тебя очень классная синяя кофта, очень прикольные надписи, белые на ней, ну или так далее. Просто сейчас передо мной сидит оператор, именно выглядящий вот таким образом, что у него какая-то прическа такая интересная с такой штукой, затянутой назад. Твоя задача сделать некий диалог на расстоянии, подумать, что бы интересного ты рассказал бы этой девушке, находясь с ней на расстоянии. Шестое. Попроси девушку о какой-то услуге. Единственная услуга должна быть выполнимой. Я не рекомендую просить девушку, там, не знаю, ты не могла бы для меня украсть гамбургер из Макдональдса или подержать мешок с цементом, потому что он слишком тяжелый. Какая-то простая услуга, привет, слушай, посмотри, пожалуйста, салфетку, влажную салфетку, зеркальце, у тебя не будет жвачки лишней, ручка, бумажка или что-то в этом духе. Ты подходишь и просишь девушку о какой-то услуге. Ты не могла бы присмотреть за моим портфелем, я сейчас вот мороженку вот здесь куплю, потом оборачиваюсь, ни портфеля, ни девушки, ни мороженки. Ну, я надеюсь, у тебя так не будет. Если девушка эту услугу оказывает, ты говоришь, спасибо, ты очень добрая, классная, милая, ты мне очень понравилась, как тебя зовут, и дальше продолжаешь знакомиться. Если девушка говорит, что у нее нет возможности оказать тебе эту услугу, можешь все равно сказать, слушай, ну ты, тем не менее, очень классно выглядишь, очень прикольная, как тебя зовут. То есть это всего лишь способы начать коммуникацию, они очень хорошо работают. И следующее, седьмое, в качестве бонуса. Я бы даже назвал не способ, а именно совет. Просто забудь слово познакомиться, не говори его больше никогда, говори слово пообщаться, потому что девушки на это слово реагируют намного лучше, намного активнее с тобой общаются. И опять же, не проси, не уговаривай, не извиняйся, не упрашивай. Мужчина не просит огня, либо дает его, либо берет его силой. Поэтому начни предлагать вместо того, чтобы просить. Это был Владимир Шамшурин. Если тебе понравилось это видео, ставь лайки, если не понравилось, ставь дизлайки. Комментируй, подписывайся, получай мое видео первым. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok